мы обозначили гидрогома почему через а в этом случае мы с вами доказывали что ядрогом морфизма всегда является нормальной подгруппой в группе же так ашет нормальная подгруппа в группе тогда утверждается следующее утверждается что вот эта вот группа инфи образ группы же при гомоморфизме изоборф на фактор группе же по аш мы сами просто раз говорили о том что если есть в группе нормальная подгруппа по ней всегда можно факторизовать и образовать фактор групп и так тогда существует изоморфизм так пси отображающий инфи на фактор группу же плаш как существует изоморфизм пси отображающий образ группы же при гоморфизме фильм на фактор группы же паш такой что коммутативно следующая диаграмма вот эта диаграмма сейчас нарисую и так здесь напишем же из образ и вот у нас действует наш дом морфизм и из же образ фи образ фи это подгруппа группе к я вот так это нарисую ну и здесь у нас запишем фактор группу же плаш здесь наши пси а здесь у нас это экономическая проекция группы на фактор группа мы прошлый раз говорили о том что всегда существует каноническая проекция или канонический эпиморфизм поскольку это сюрективное отображение группы на фактор группа так ну коммутативность диаграммы нужно понимать так что если мы пойдем по верхним стрелочкам придем из же фактор групп то это же самое что если мы сразу применили каноническую реакцию и так давайте это запишем значит коммутативность диаграммы равносильно тому что композиция пси и фи равны так доказательства ну прежде всего конечно нужно определить отображение пси которое действует из образа фи фактор группы на прошлый раз как раз этим занимались в самом конце лекции лишь напомню как мы это делали пусть у нас элемент к принадлежит образу фи отсюда следует что найдется элемент а принадлежащий же такой что фи от а равны к и вот этому элементу к мы хотим сопоставить смежный класс по подгруппе h строим его так значит все от к по определению это будет фи минус 1 утка мы доказали что вот это множество это называется полный прообраз элемента к здесь за элемент к в образе фи и так полный прообраз элемента к обязательно является смежным классом по подгруппе h в прошлый раз это был доказан более того это будет смежный класс конкретно а вот это вот собственно говоря и есть определение отображения пси и так элементу к сопоставляется смежный класс а аж порожденный элементом а который лежит в полном прообразе вот в этом полном прообразе элемента к так ну давайте докажем что это действительно будет гомоморфизм нам нужно что доказать что пси это изоморфизм давайте сначала докажем что это гоморфизм так докажем что пси вот к 1 к 2 равно пси от к 1 умножить все отказать вот я здесь поставлю знак вопроса я это хочу доказать здесь у нас теперь к 1 к 2 это элементы принадлежащие образу фи естественно есть какие-то элементы группе же который в них отображается существует а один принадлежащий же такой что фи от а 1 равен к 1 и существует элемент а 2 принадлежащий же такой что фи от а 2 равно к 2 я давайте вспомним а фи то у нас ведь по условиям гомоморфизм значит сразу отсюда будет следовать профи от произведения а 1 а 2 вид равно к 1 к 2 но теперь мы можем явно записать чему будет равно пси от к 1 к 2 и от к 1 к 2 это будет как раз смежный класс порожденный одним из прообразов то нас еще один от вам здесь качестве прообраза элемента к 1 к 2 и так получается а 1 а 2 а дальше вспоминаю как у нас перемножаются смежные классы по нормальной подгруппы это материал прошлой лекции ясно что это будет равно один аж может на а 2 но так как а один это прообраз элемента к 1 значит пси от к 1 будет равно как раз один наш исходя из определения отображения пси от к равно а аж где а принадлежит про образу элемента к и так получается что вот этот множество это и есть у вас пси от к 1 поэтому сущности пси от к 1 получается пси от к 1 и так мы доказали что все является гомоморфизмом ну а дальше давайте последовательно проверять что это отображение взаимно однозначно действует из образа фи фактор группам давайте проверим сначала что давайте инъективность и так в отображение пси инъективно давайте попробуем доказывать это оперативного пусть она не инъектив пусть не инъектив тогда существует к 1 и к 2 вот к 1 2 принадлежащие образу фи такие что к 1 не равно к 2 но что все от к 1 равно все от к 2 и так найдутся два таких элемента которые сами не равны но под действием все они как бы склеиваются их образы совпадают так то давайте опять использовать те же самые вот обозначение которые мы вели пунктом выше и так существует один который лежит в прообразе элемента к 1 на 4 при под действием фи переводится в карте то есть также а 2 который переводится по действиям гомоморфизм в кивка 2 значит тогда у нас что можно сказать что пси от к 1 до 1 пси от к 1 это будет до нас еще один аж относим тому что а 1 аж равно а 2 аж то есть соответствующие вот здесь мы предположили смежные классы со аж я сразу пользуюсь тем что фигомоморфизм равен фи от а2 множить на фи от аж но чему равно фи от аж если аж это ядро гомоморфизм чему равно фи от аж если аж это ядро нейтральным элементом правильно это будет е это тоже будет мы получаем то что фи от а1 равно фи от а2 но фи от а1 это к 1 а фи от а2 равно к 2 отсюда получается что к 1 равно как так с одной стороны у нас к 1 не равно к 2 мы взяли два разных элементов предположили что их образы под действием пси совпадают и пришли к тому что к 1 равно к 2 противоречий и так мы доказали инъективность селективность давайте как а теперь мы что важно сделать мы должны взять произвольный класс вот здесь вот видео а аж и найти для него прообраз в инфи то есть найти такой элемент принадлежащий инфи такой элемент к который в аж отображается вот так и запишем пусть аж принадлежит фактор группы жопа и давайте на элемент а подействуем гоморфизм пусть и это равно к а как будто лежать естественно инфи тогда смотрим на определение отображения пси вот у нас определили написано тогда все от к будет в точности давать что а аж следует по определению отображения пси все от к равно а и так мы нашли такой элемент в образе фи который под действием си переводится в произвольно выбранный элемент фактор г значит отображение пси все летимы и так это гоморфизм который сюрективен и никим понятно что это изоморфизм группы так ну и последнее что осталось доказать это коммутативность диаграммы что все композиции эфира вновь и давайте это проверим и так пункты коммутативность диаграммы давайте я проверю давайте пойдем сначала по верхним стрелочкам то есть я возьму элемент а принадлежащий же и по преддействию сначала фи потом пси и так пусть а принадлежит же и сразу обозначен и фи от а например равно к которая принадлежит им так по действиям сначала вот этим отображением все композициях и чему она будет равна все композиции и фи от а понятно что этот будет все это это я просто воспользоваться определением композицию но фи это у нас равно к получается все от к но так как элемент а лежит в прообразе элемента к то опять же по определению отображения пси сири от к чему будет равно это будет равно а вот опять же пользуясь этим определением из каждый раз во всех пунктах я вот пользуюсь этим определением отображения пси которая напомню корректность его было доказано еще на прошлой версии что действительно это отображение которое сопоставляют элементу к полностью смежный класс опыт группе но хорошо а теперь пи а то давайте по есть а пи а то тоже до разного аж и так силу произвольности выбора элемента из же понятно что вот эти отображения пси композиции фи и совпадают пси композиции и полностью основная теорема доказать так сразу такое замечание иногда в некоторых учебниках строят обратный изоморфизм то есть элементу фактор группы сопоставляют инфи тогда тоже рисуются диаграммы но понятно что раз стрелочка идет в обратную сторону и здесь например давать как обозначено это поражение бета тогда что будет утверждаться вот утверждаться чтобы эта композиция и равно сначала действует и потом действует вот этот изоморфизм бета который я сказал в некоторых учебниках строится и что это будет точность их и давать такое замечание иногда эту теорему формулирует иначе и строит обратный изоморфизм из фактор группы на образ гомоморфизма и строят изоморфизм фактор группы на образ гомоморфизма и в этом случае проверяют что коммутативность диаграммы тоже имеет место но в таком виде бета композиция пи равновь так теперь давайте разберем какой пример вот когда мы работаем с какими-то такими громоздкими теоремами конечно хорошо бы это все почувствовать на каких-то примеров я возьму не самый сложный пример более сложные примеры наверно у вас на семинарах появятся а здесь я просто не принято так доказать что фактор группа такая же l nf а он может с вами проверяли что если на их является нормальный подгруппы желе на по критерию нормальность это элементарно проверяется доказать что вот такая фактор группы изоморф на мультипликативной группе поля который обозначается на померс озвучка и явно построить эту фактор г так ну сразу смотрим у нас я возвращаюсь к нашим привычным обозначениям такого бета здесь нет есть пси апси отображает образ группы fit образ фи под действием аморфизма на фактор группы же page вот поскольку нам нужно доказать что изоморфная со звездочкой то желательно сразу вот здесь вот на вершине скажем нашей трибунной диаграммы обозначить тот чему с чем изоморфизм с чем мы хотим доказать то здесь нужно поставить я в созвездочкой а потом здесь у нас будет фактор группа и мы доказываем что они между собой будет изоморфный по теореме о гамморфизм давайте сразу такую диаграмму я нарисую итак группа же понятная у нас какая это же или нет группа здесь каноническая сюрекция и это же и вот здесь она наверху нарисую и как здесь у нас будет отображение а здесь будет наш изоморфизм си это будет изоморфизм который будет действовать так ну давайте все вместе подумаем нам нужно придумать такой гамморфизм и из группы же lnf эта группа невыраженных матриц как вы помните над полем f f со звездочкой такой чтобы ядро этого гамморфизма как раз совпадалось с lnf то есть подгруппой матриц с определителем единицы я думаю всем вам несложно придумать такой гамморфизм которого ядро будет совпадать с lnf а кто скажет но определитель конечно правильно определить это гамморфизм из же лнf веб со звездочкой да конечно то что здесь у нас не вырождены матрицы нас именно веб со звездочкой в мультипликативную группу поле как раз и будет действовать определить тогда запишем пусть фи равны дед то что это гамморфизм сразу следует из того что детерминант а.б. равен детерминант а умножить на детерминант здесь у нас операцию умножения в со звездочкой естественной операции умножения и вот получается что вот условия гамморфизма есть помнить не давать напишем карман карман дед ядро это совокупность таких матриц а принадлежащих же н.ф. ядро это матрицы которые куда должны отображаться какой нейтральный элемент веб со звездочкой относительно умножения не очевидно единицы еще напишу так ядро состоит из таких матриц а таких что детерминант а равен единиц а это в точности есть наша подгруппа с арен и понак про состоит из матриц с определителем единицы так теперь давайте подумаем вот этот наш гамморфизм фи он действительно сюрре активно отображает желе н.ф. на f созвездочкой почему важно проверить сюрре активность потому что наша теорема о гамморфизмах утверждает только что образ фи изоморфинг фактор группы а если здесь было бы скажем отображалась на f созвездочкой на какую-то часть f созвездочкой то бы конечно вот того изоморфизма который здесь утверждается мы бы не доказали нас было близко какая-то опять же части в созвездочке так давайте подумаем верно ли что если мы возьмем любое не нулевое число из поля f он найдется такая матрица которая в него переходит то есть в которой определить равен этому кто предложит такую например мы взяли число лям пусть лямбда принадлежит f созвездочкой какую нужно взять матрицу которая приятель будет в точности равен лямбда совершенно верно возьмем такую диагональную матрицу от нее проще всего посчитать определить у которой по главной диагонали стоит лямбда например на первом месте а дальше одни единички давайте напишем матрицу лямбда 1 1 здесь понятно что до дефаминант случае бутер и эта матрица очевидно принадлежит желе на все мы доказали селективных и так основной теореме о гаморфизма давайте запишем о основной теореме гаморфизмах я вот так рекомендую писать о т.г. сокращенно не ошибетесь потому что это основная теорема у гаморфизма отсюда следует что фактор группа по с она изоморф на чему должна она должна быть изоморф на как раз образу гаморфизма фея мы только что казали что образ совпадает с изоморфной создать итак первая часть задачи решим и так черт обращаю внимание что если вам нужно доказать изоморфизм фактор группы с какой-нибудь известной группой она обычно дается в условии задачи вот сюда наверх треугольника нужно поставить вот ту группу с которой за мафизм нужно доказать не искать гаморфизм который сюда действует причем селективный гаморф так хорошо а можно ли сказать что мы уже построили фактор группы желе не в пояса лены очевидно нет почему потому что мы никак ведь не описали смежные классы по подгруппе вот из чего устроены здесь смежные классы вот собственно я построить фактор группу это нужно указать смежные классы 1 и показать как они перемножаются потому что фактор группе же у нас должна быть операция операции будет такая же как в группе желе nf то есть операции умножения давайте это себе отметим что пока еще фактор группа не построена пока еще фактор группа не построена так как не описаны смежные классы по подгруппе с или nf так как не описаны смежные классы по подгруппе с или nf а для того чтобы их описать я вот напомню у нас была такая теорема о принадлежности двух элементов группы одному и тому же левому смежному классу данном случае неважно какие смежные классы рассматривать левый или правый вот во фактор что вот теорема это здесь важно и так давайте вспомним два элемента а и б а и б принадлежащие группе же принадлежат одному и тому же левому смежному классу у нас там было много пунктов по он даже 6 штук ну возьмем самый первый тогда и только тогда когда а в минус 1 б смежному классу по подгруппе а тогда это тогда когда а минус 1 бэпом же так вот этим вот этой теоремы я сейчас воспользуюсь итак я запишу что матрицы а и б и надлежащие же nf опять-таки принадлежат одному и тому же смежному классу это пишем так z умножить на с nf вот и так смежный класс обозначить тогда и только тогда когда произведение а в минус 1 на б чему должно принадлежать а минус 1 на б чем должен принадлежать с или нет конечно здесь потому что он принадлежит именно h нашей подгруппе принадлежит с или нет а что это означает означает что а минус 1 бы должна иметь определитель единицы это тогда этот тогда когда детерминант а в минус 1 на б равен единице а это равносильно тому что определитель а равен определить итак вывод такой что две матрицы тогда и только тогда принадлежат одному и тому же смежному классу по нашей подгруппе h тогда и только тогда когда у них определители равны и так можно записать что если мы возьмем определитель определите у нас будет нажать f со звездочкой давайте запишем пусть например элемент а принадлежит f со звездочкой и вот смежный класс который соответствует этому элементу а будет иметь такой это множество матриц а принадлежит я вот специально записал в квадратной скобочкой чтобы показать что это не просто число а это весь смежный класс который отвечает этому числу а у нас здесь есть изоморфизм до число а не за соберешь к должна включать смежный класс здесь мы возьмем а а здесь вот что и так число а соответствует множество всех матриц а таких что же и таких что детерминант а большой равен а может на собой представляет весь смежный класс это все такие матрицы у которых определитель равен а но то понятно как устроен устроена операция умножения таких классов если мы возьмем класс а можем на класс b то это будет как раз матрицами да а умножить на b где определить а равен а определитель b равен b соответственно здесь будет определить а б равен а умножить на итак матрицы вида а умножить на b у которых видите равен а умножить на вывод какой группе опять-таки замок на наше фактор группа фактор группа состоит из таких классов которые мы занумеровали элементами zf со звездочкой вот наша операция произведения она устроена так это а умножить на произведение фаса а на класс б дает класс а умножить на б опять-таки мы практически получили что наша фактор группа изоморфную чему мультипликативные группы по на изоморфную так ну и наверно полезна такая будет геометрическая картинка давайте ее рисуем чтобы себе представлять а что собой собственно говоря представляет такие смежные классы давайте напишем рисуем такую картинку от нас будет ось на которой будем откладывать детерминант я так напишу детерминант наши матрицы мы будем рисовать просто на плоскости точками отмечать а если мы матрицу а нарисовали то проекция вот на ось дед она будет давать значение определить этой матрицы скажем а да понятно здесь у нас будет 0 выколотая точка но мы уже сказали что класс соответствующий элементу а и zf со звездочкой будет что соответствовать этому класса состоит из всех матриц у которых операция равен а это как бы получается вот такая вертикальная прямая проходящая через точку а давайте запишем что это такие матрицы а здесь получается у которых детерминат а а вот такие классы как раз и образуют наши партнеры вот этот пас а здесь у нас получается как раз и все звезды и наш изоморфизм практически как устроен давайте поговорим о изоморфизме psy элементу а соответствует как бы прямая проходящий через эту точку как раз и есть наш нежный обратное соответственно то что я вот бы это обозначал она будет так если взяли прямую то прямой соответствует что . пересечения там где прямая посекается . это будет . я предлагаю здесь подумать как устроена здесь непосредственно отображение и отображение psy мы отображение каждый из этих отображений на этом рисунке можно себе геометрически представить ну собственно говоря давайте цепят в это выражение киган подавим по канонической серъекции и должно действовать откуда куда из же фактор группу ж по фактор группа мы сказали состоит из вот таких вот вертикальных прямых элементами является вот такая тканя прямо а же состоит из отдельных точек на плоскости лежачь ну кроме оси у и получается что вот это вот и она как бы склеивает точки те точки которые лежат на одной прямой ниже всех этих точек в этих матриц одинаковый определитель соответственно не как бы склеиваются в один смежный класс и вообще в будущем иметь виду что вот это отображение которое действует из группы фактор группы она как бы это склейка те элементы которые в группе ж лежат в одном смежном классе они как бы склеивается между собой образуя один смежный класс из фактор группе с каждой смежных класс это отдельный элемент пример сама подгруппаж то же самое что и h фактор группе это что это нейтральный элемент один или нет получается что как бы все точки из h склеились в одну точку нейтральный элемент и так вот это касается каждого смежного класса давайте отметим полезный такой факт каноническая сюрреекция g на g по h это склеивание каноническая сюрреекция g на g по h это склеивание при котором точки принадлежащие одному и тому же смежному классу склеивается в 1 смежный класс каноническая сюрреекция это склеивание точка принадлежащие одному и тому же смежному классу склеивается в 1 смежный класс здесь вот склеивание происходит так по прямой всей я прямая как бы рассматривается как один элемент фактор групп а точки лежащие на прямой при этом скрыть так вот просмотрели примерно теорему агомархизма я уже сказал это совсем простенький пример заодно вы теперь знаете два факта первое как доказывать и за марфизм фактор группы с какой-нибудь известной группой вот сюда я нужную верхушку такси диаграммы поместить это раз и во вторых что если даже вы доказали за марфизу как вы нибудь известный группы не означает что вы построили фактор губ построить фактор губу значит нужно явно и писать смежный класс а еще хорошо будет так стать как-то их параметризовать здесь мы параметризовали смежный класс и чем элементы нельзя . то что написали в квадратную скобочку квадратная скобочка то это вот как раз есть параметризация смежного класса с такими вот элемент так хорошо следующая теорема которым рассмотрим называется так первая теорема об изоморфизмах я все сотру в этом там у нас шесть пунктов было элемент прижат на мой там уже смежный класс и когда выполняется 6 эквивалентных условий посмотрите у нас не так уж много теорем где много вот такое причисление разных условий так и так дальше запишем теорема 1 скобочка первая теорема изоморфизм так пусть аж нормальная подгруппа уже такой триугольничек напишем и к просто подгруппу и так есть одна подгруппа нормальная а другая подгруппа просто какая-то подгруппа тогда первое что аж умножить на к 1 кауме аж это подгруппа в группе ж так второе слово пересечение подгрупп аж и к нормальная подгруппа в группе к 3 условия такое если мы профакторизуем пашка у аж то это будет фактор группа изоморф на к у аж пересеченную такие вот три пункта которые мы хотим так доказательств так ну во первых вот это вот утверждение что если мы умножаем нормальную подгруппу на какую-то подгруппу то результатом является подгруппом это уже доказывать это была у нас теорема о произведении нормальной подгруппы на подгруппу так она у нас формулировать и я напомню что вот так один было доказано идея состояла в том что мы перемножали аж к может на аж к и это будет пашка с запасе относительно умножения выполняется и кроме того аж к минус первой степени тоже равно пашка это я записал как раз замкнуть относительно взятия обратного элемента и так если у нас подмножество в группе замкнута относительно произведения относительно взятия обратного элемента значит это подгруппа и так вот это все было доказано еще раз повторю в теореме о произведении нормальной подгруппы на подгруппу так дальше давайте второй пункт докажем что аж пересеченная с к является нормальной подгруппой в группе к давайте воспользуемся критерием нормальности и так я возьму пусть элемент а принадлежит аж пересеченную с к элемент x принадлежит к и составим степень а в степени x равен x минус 1 айс то есть фактически я беру элемент сопряженный к элементу из вот этого пересечения я должен показать что этот сопряженный элемент тоже лежит в пересечении если это докажу то все будет доказано давайте посмотрим x минус 1 а x я утверждаю что это принадлежит аж давайте подумаем почему из какого условия теоремы это следует что результат такого произведения принадлежит аж из первого то что аж нормальная подгруппа правильно что критерию нормальности вот такое произведение обязаны жать ваш дальше я утверждаю что это же произведение принадлежит к как это увидеть давайте посмотрим у нас к это подгруппа в же здесь у нас а принадлежит подгруппе космите а принадлежит пересечению значит лежит и в к x тоже лежит к значит здесь все три множители принадлежат к и так произведение x минус 1 а их состоит только из со множители лежащих к значит их произведение лежит подгруппе к но таким образом отсюда следует что а в степени x надлежит аж пересеченными ск и так по критерию нормальности отсюда следует что вместе с каждым элементом а сопряженной к нему относительно элемента из к тоже принадлежит это же мы пересечении значит это пересечение нормальная подгрупповка вот это и есть 2 так пункт 3 так для доказательства пункта 3 давайте рассмотрим такую каноническую сюрреекцию рассмотрим которая действует из ашка пашка он понятно как она действует элементу из ашка сопоставляется смежный класс порожденный этим элементу асов оставляется а так ну понятно что это сюрреективное отображение сюрреективное отображение также как и каноническая сюрреекция собственно это она и есть случае подгруппашка и так это сюрреективное отображение дальше давайте рассмотрим как фи действует на произведение h на касс это будет фи от аж но фи от аж нашей фактор группе это же будет нейтральный элемент это будет равно е2 с нейтральный элемент в нашей фактор групп получается что это равно фи от к так смотрите образ вот этого гоморфизма фи который мы рассмотрели для группы ашка и пашка совпадает с образом для группы к поэтому если я возьму сужение фи на подгруппу к она тоже будет сюрреективно раз образы совпадают а это у нас сюрреекция значит фи отсюда следует кофе суженная на к уже сюрреекция уже из к на то же самое множество ашка по аж пора сюрреекция из к на наш капот так мы теперь давайте посмотрим это у нас гоморфизм который действует но отечеем и к гоморфизм который действует из к на ашка по определению он состоит из таких элементов к с подгруппы к таких что к аж вот так нас отображение фи действует к аж равно а так всем понятно что в этой фактор группе нейтральным элементом является сама подгруппа аж поэтому я вот и записал что каш переводит нейтральный ну понятно из этого что если у нас элемент к не лежит ваш только аж и аж будут различные смежный класс и единственная возможность когда смежный класс порожденный к подгруппе аж совпадает с аж это когда к элемент сам лежит ваш но с другой стороны элемент каждого нажать и в к поэтому получается что вот это ядро состоит из пересечения аш и как вот что такое ядро но теперь давайте вот к этому гоморфизму который мы записали про который мы знаем что он сюрре активен применим основную теорему о гоморфизм по основной теореме о гоморфизмах примененным вот к этой вот гоморфизм который я галочкой обозначил чтобы уметь аж к о аж это наш образ я написал образ изоморфин будет группе к профакторизованный почему по ядру к о аж вот это мы хотели доказать аж к 1000 профакторизованный паши замок на к по пресечению ашика так давайте вот это вот последнюю часть в третью не она самая сложная у нас я еще раз повторю и так нам нужно доказать изоморфизм у таких двух фактор г что мы для этого делаем мы рассматриваем каноническое сюрлективное отображение его физико нас еще обозначил из подгруппы аш к на аш к по аж которая элементу а из этой группы составляет смежный класс по подгруппе аж замечаем что фи от аж умножить на к равно фи от к потому что собственно говоря множитель аж при этом отображается в нейтральный элемент фактор групп так дальше тогда отсюда следует что фи суженая на подгруппу к этот вот фи от к она тоже будет с юрективным и так мы получаем уже гамморфизм и суженая на к который к отображает то же самое фактор он с юректив дальше мы ищем его едва ядро должно состоять из таких элементов к отображение нас действует на подгруппу к таких элементов к таких что кашу равно аж я думаю это уравнение не вызывает никакого сомнений что решениями это уравнение относительно к являются те к которые лежат ваш эти себе кашу равно аж тогда и только тогда это само как принадлежит так ну и тогда получается что для этого достаточно просто взять какой-то элемент из аж мере записать что результат принадлежит а все по высоко умножить на я равно какому-то а что так итак ядро получается стоит из таких элементов к который с одной стороны лежит ваш с другой стороны жатко получается пересечения ошибка и туда по основной теореме гамморфизма мы получаем что вот эта группа наш образ вот этого гамморфизма изоморфин группе т.к. профанкризованный поеду вот это ядро аж пересеченный ска так ну и такое замечание а как собственно говоря вот этот изоморфизм то устроен за маркизму строен очень просто анафизм классу а аж сопоставлять класс а аж вот так будет устроен сам из так ну давайте рассмотрим пример я уже сегодня говорил что по возможности буду сопровождать пример мете теоремы которые мы с вами рассматривали а многие метеорфизма 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 Возьмем группу G. Это группа S4. В качестве подгруппы H, которая нормально уже, я возьму такую H, правильный элемент, дальше 1,2 умножить на 3,4, 1,3,4, и 1,4, это на 2,1. Прежде всего, давайте объясним, почему H нормальная подгруппа G. Один из возможных критериев нормальности такой. Подгруппа является нормальной подгруппой тогда и тот, когда она является дизъюнтным объединением смежных классов сопряженных элементов по данной подгруппе. А вот я вам написал. Подстановки. H состоит из таких подстановок. Еще раз. Е, здесь 1,2,3,4. Вам плохо видно, да? Произведение транспозиции. 1,2 умножить на 3,4. Следующее произведение. 1,3 умножить на 2,4. И, наконец, 1,4 умножить на 2,3. Вот произведение двух транспозиции. Очевидно, что других произведений двух транспозиции в группе S4 просто нет. Как вот еще составить произведение, чтобы это было произведение независимых цифр. Так, хорошо. Значит, давайте посмотрим. H, на самом деле, можно представить так. Это будет E. Это отдельный класс сопряженных элементов. Мы знаем, что в любой группе E это отдельный класс сопряженных элементов. Потому что E при сопряжении переходит в E. и дизъюнтное объединение с классом как раз вот произведения транспозиции. 1,2 умножить на 3,4. 1,3 умножить на 2,4. 1,4 умножить на 2,4. 1,4 умножить на 2,3. Понятно, что в группе S4 других произведений такого же циклического типа, когда перемножаются две независимые транспозиции, просто нет. Значит, это отдельный класс сопряженных элементов. Итак, мы видим, что H является дизъюнтным объединением двух классов сопряженных элементов. В частности, отсюда следует, что при сопряжении вот эти элементы из H, эти, эти, они снова будут переходить в элементы из-за сопряжения. Потому что при сопряжении, естественно, элемент переходит в элемент того же самого класса сопряженных элементов. Итак, мы доказали, что H нормальная подгруппа в группе S4. Дальше давайте возьмем подгруппу K. Теперь это уже не нормальная подгруппа, а просто подгруппа. И напишу так. Это будут такие подстановки синим вида 1, 2, 3, 4, которые четвертый элемент оставляют на месте. А если напишу Сигма 1, Сигма 2, Сигма 3, и как вот четвертый переходит в себя. Понятно, что это будет подгруппа изоморфная сна. Мы зафиксировали четвертый элемент, а вот первый 3 могут быть Сигма 1, Сигма 3 производные. Значит, получается подстановка степени 3 фактически. Значит, K изоморфная сна. Так, дальше давайте посмотрим, а что будет собой представлять вот это произведение H на K. Мы знаем, что это подгруппа, и мы это доказывали, что это подгруппа. Так, дальше так. H умножить на K. Что за подгруппа? Ну, при этом давайте посмотрим. А может и так случится, что перемножая два разных элемента из H и S, мы получим один и тот же произведение. То есть я составлю такое. Пусть, предположим, что H1 на K1 равно H2 умножить на K2. Вы спрашиваете, возможно ли такое при разных H1, H2 и K1, K2? Я поставлю здесь знака просто. Если H1 не равно H2, H1 не равно H2, а K1 не равно K2. Я думаю, понятно, что элементы H я беру из-под группы, а H элементы K я беру из-под группы K. Давайте, чтобы в этом убедиться, возможно ли такое, я сделаю такое преобразование. Я слева умножу на H1 в минус 1, это равенство, а справа умножу на K2 в минус 1. Что мы получим слева? Вот эти элементы сократятся. Получится K1 на K2 в минус 1. Что будет справа? Справа будет H1 в минус 1 умножить на H2. Так, согласны? После домножения слева и справа на указанный элемент получается такое равенство. Но вот это произведение, очевидно, лежит в подгруппе K, а это произведение лежит в подгруппе H. А так как они четки равны между собой, они лежат в пересечении. Итак, это все произведение принадлежит H, пересеченный H. Теперь давайте посмотрим. K мы знаем, это те подстановки степени 4, которые четверку оставляют на месте, или говорят, оставляют неподвижные, а H состоит вот из таких подстановок. Видно, что здесь эта вот подстановка четверку не оставляет на месте, эта четверку не оставляет, эта четверка не оставляет. В чем, какого-то пересечения этих двух подгруппов? H и K. Только E, правильно. Вот ничего другого в пересечении нет. Потому что из тех элементов, которые содержатся в H, их здесь 4, получается, что больше ничего на месте не остается. Четвертка, точнее, не остается на месте. Итак, давайте запишем. И легко видеть, что H пересеченный H равно E. Значит, и здесь будет E. Значит, вот эти произведения тоже равны E. А если они равны E, значит, что мы получаем? Что H1 равно H2. Следует, что H1 равно H2. H1 равно H2. Итак, вывод, который мы должны сделать, перемножая разные элементы из H на разные элементы из H, мы все время будем получать разные произведения. Понятно, да? Потому что как только мы предполагаем, что у нас сами элементы разные, произведения равны, мы придем к тому, что на самом деле выполняется таки рамки. Итак, отсюда следует, что порядок, мощность H умножить H получается чему? H у нас содержит 4 элемента, 4 на 6 элемента, это 24. Но у нас и в группе G 24 элемента, как вы знаете. 4 факториала. Значит, вывод отсюда, что H умножить H, это не просто какая-то абстрактная подгруппа, это в точности и есть H4. Это в точности и есть H4. Так, дальше такое полезное замечание. Вот это подгруппа H. Если составить ее таблицу Келли, то выяснится, что она точно такая же, как у четверной группы клея. Поэтому H на самом деле изоморфно и V4. Давайте это запишем. Составляя таблицу Келли, она здесь легко, составляется 4 на 4 таблицы. Составляя таблицу Келли, убеждаемся, что подгруппа H изоморфно V4, четверной группе клея. Ну, а теперь я хочу, так сказать, свой результат сформулировать. А результат состоит в том, что по первой теореме об изоморфизмах Hк профакторизованное по H, изоморфно Капу H пересеченной ска. Давайте запишем, что нам дает первая теорема об изоморфизмах. По первой теореме об изоморфизмах Hк уже знаем, это S4. Если ее профакторизовать OH, а H у нас это группа клейна. И все это будет изоморфно чему? K, а K у нас это есть 3 профакторизованные по E. Думаю, всем понятно, что если вы рассматриваете смежные классы по подгруппе, по единичной подгруппе, это будет в точности сама группа. Смежные классы будут совпадать с отдельными элементами группы S3. И так получается, что это изоморфно есть. Итак, мы фактически установили изоморфизм, что фактор группы S4 по вот такой нетривиальной нормальной подгруппе, наверняка вы знаете, что других нетривиальных подгрупп нормальных у S4 нет. Остальные только тривиальные, E и сама S4. Итак, фактор группы S4 по единственной нетривиальной подгруппе V4 оказывается изоморфно S3. Можно ли было бы это, скажем, тоже самый результат получить без использования теоремы об изоморфизме? Ну, теоретически можно, я сейчас скажу просто идею, как бы это можно было сделать. Смотрите, порядок группы S3, мы знаем, он равен 6. Итак, здесь легко можем посчитать, 24 делить на 4 тоже будет 6. То есть, как бы обе группы состоят из одного и того же числа или нет. Конечно, это не означает, что они изоморфны. Но дальше можно доказать такое утверждение, вполне, так сказать, кустарно, что на самом деле есть только две с точностью изоморфизма группы порядка 6. Давайте запишем такое полезное утверждение. Существует ровно две с точностью изоморфизма группы порядка 6. Одна из них это циклическая Z6, а другая это как раз S3. Z6 это Абелева, а это не Абелева. Все знают, что группа S3 не Абелева. Итак, идея состояла в том, что если мы, например, посчитаем порядок как группы, он оказывается равный 6, остается только выяснить, а будет ли S4 по V4 Абелева или нет. Ну, легко здесь подобрать два смежных класса, которые на самом деле не коммутивы. Давайте я их напишу на такие 1, 2 на V4 умножить на 2, 3, 4 на V4 самостоятельно проверить и не равно 2, 3, 4 V4 умножить на 1, 2, V4. Вот такие два смежных класса по подгруппе V4 они между собой не коммутируют. Это элементарно проверяется исследовательно. Фактор группы все-таки у нас не Абелева, а значит, в силу той теоремы о классификации групп порядка 6 получается, что наизоморф навеста. Ну, согласитесь, вот такое доказательство выглядит немножечко кустарным, а вот воспользуясь первой теоремой об изоморфизме сразу результат применяем известную теорему. Так, хорошо. Сейчас мы введем еще парочку обозначений, а потом докажем следующую теорему. Теорему о соответствии. Так она называется в литературе. Так. 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 Пусть опять-таки H нормальная подгруппа в группе G, пусть H подгруппа в группе K, а K подгруппа в группе G. Вот в таком случае мы будем говорить, что K это промежуточная подгруппа между H и G. когда говорим, что K промежуточная подгруппа подгруппа между H и K. H и G. Множество всех промежуточных подгрупп, оно может довольно быть большим. Давайте для него специальное обозначение. Введем Inter H G. Inter от слова Intermediate, что означает промежуточный в английском языке. Inter H G это множество всех промежуточных подгрупп между H и G. Обращаю внимание, что когда мы пишем вот такой значок, подразумевается, что K может совпадать H, H тоже как бы считается промежуточной подгруппой между H и G, и K может совпадать из G. То есть G это она сама является подгруппой G, да, является хотя и тривиал. Итак, Inter H G мы ввели множество всех промежуточных подгрупп. И еще если давайте запишем если G группа то sub A G это множество подгрупп группы G. Множество подгрупп группы G. Понятно, что есть английское слово subgroup означает подгрупп. Так, но теперь давайте запишем теорема о соответствии после этого обозначения всех. Теорема 2 о соответствии или еще в литературе говорят, что это вторая теорема об изоморфизм. Или вторая теорема об изоморфизм. Первую мы только что с вами рассмотрели, вот вторая теорема об изоморфизм. итак, пусть по-прежнему у нас выполняются эти условия H нормальная подгруппа G и K промежуточная подгруппа подгруппа нормальная подгруппа G. Тогда первое K for H это подгруппа в G промежуточную то есть одна фактор группы является подгруппой в другую. Так, второе. Рассмотрим отображение отображение А, которое будет действовать из Inter G действует в сам G H то есть промежуточной подгруппе у нас альфа будет сопоставлять подгруппу в фактор группе которая устроена так альфа лутка равно K еще раз видно что она здесь будет лежать у нас промежуточной будет АКП H это будет подгруппу G по H вот как раз по первому пункту. Итак, рассмотрим отображение альфа вот оно здесь определено тогда альфа взаимно однозначное соответствие однозначное соответствие между интер интер HG и сам GPH сохраняющие отношения включения сохраняющие отношения включения сохраняющие отношения так это первое утверждение относительно так мы ввели отображение альфа понятно откуда куда оно действует утверждается что это взаимно однозначное соответствие между промежуточными подгруппами и подгруппами партогруппы GPH сохраняющие отношения включения дальше дальше второе на следующий пункт третий отображение альфа также сохраняет нормальность то есть что значит альфа сохраняет нормальность то есть какая нормальная подгруппа G тогда и только тогда когда KPH нормальная подгруппа GPH так если одна подгруппа нормальная то и другая подгруппа соответственно будет нормально и на бак без в обе стороны так четвертое отображение альфа сохраняет также индексы соответствующих подгрупп сохраняет также индексы соответствующих подгрупп соответствующих подгрупп то есть то есть индекс же пока равен индексу это индекс к в группе же а это индекс соответственно к плаш фактор группы же по этим x понятия 5 пункт если одно из условий пункта 3 имеет место условий к 3 а здесь утверждается что вот ибо это нормальная подгруппа либо это нам они у нас эквивалентно поэтому если хотя бы одно из этих условий 3 имеет место то автор группа же пока заморф на фактор группе же пока ты же футаж не пикасу ваш фаризованный по жопа а плаш фаризуется позже как наоборот же плаш так хорошо но теперь давайте доказывать так первое мы хотим доказать что фактор группа к плаш к еще раз промежуточная между аши же аши нормальная же является подгруппой же плаш давайте опять же по критерию подгруппы просто проверим замкнулись относительно групповой операции она у нас умножение и относительно взять и обратно вот это именно проект итак пусть один набежат фактор группе к плаш тогда их произведение аш а как аж нормальная подгруппу мы знаем что это будет к 1 к 2 значит это тоже принадлежит обратный элемент а аш минус 1 секунду камень из 1 уже принадлежит фактор группе к плаш мы доказали замкнуть относительно умножения выполняется относительно взять обратный момент выполнять значит действительно это подгруппа так дальше давайте докажем что альфа взаимно однозначное соответствие между этими множествами интер а же и сам же плаш но опять-таки раз это взаимно однозначное соответствие нужно доказать что это отображение инъективно и сюрективно это же второе инъективность так давайте альфа подгруппе к сопоставляет фактор группу к плаш вот это наше определение как доказать что оно инъективно пусть у нас элементы не равны пусть к 1 не равно к 2 покажем что один плаш не равно к 2 плаш это и будет означать разным элементом из интер а же сопоставляются разные образы сам же плаш так но если у нас к 1 не равно к 2 то понятно что найдется в одной из этих подгрупп какой-то элемент который в другой не содержится вот напишем пусть без ограничения в общности элемент афра надлежит к 1 ну а не принадлежит к для любых двух неравных подгрупп найдется такой элемент который в одной из них лежит а в другой не так ну и тогда утверждаю отсюда следует что а аж обязательно будет не равно а а а не принадлежит не принадлежит к 2 по то время как а аж из-за того что а принадлежит к 1 естественно принадлежит к 1 так что показать что здесь у нас неравенство я хочу показать что есть такой смежный класс а а который лежит первый фактор группе но не лежит во втором так давайте предположим противная пусть а а аж принадлежит к 2 по понятно что это в этом случае у нас существует здесь у нас есть нейтральный лимит ваш значит а будет представляться в виде какой-то к 2 умножить на какое-то аж 2 а из-за того что элемента принадлежит а а весь этот а аж содержится вот такой фактор группы за что он имеет вид какой-то элемент к 2 умножить на 6 так хорошо давайте посмотрим у нас ведь аж это подгруппа который лежит в к аж подгруппа лежит к частности у нас аж лежит и к 1 и аж лежит в к 2 потому что мы взяли как раз к 1 к 2 вот эти к 1 к 2 мы взяли как промежуточный подгрупп значит смотрите раз у нас аж лежит в к 2 значит элемента штрих тоже принадлежит к 2 и этот элемент лежит к 2 значит отсюда следует что а принадлежит к 2 мы получили противоречие потому что мы взяли элемента не принадлежащий к 2 и так из-за того что мы предположили что а аж содержится вот во второй фактор группы к 2 по аж следует что элемент а представляется в таком виде где оба со множителя принадлежат к 2 а штрих принадлежит к 2 в силу того что h это подгруппа и в к 1 и к 2 ну и к 2 очевидно же сказал значит и а держит в противоречии так теперь давайте докажем сюрлективность отображение альфа так 2 сюрлективность так теперь наша идея такая мы рассмотрим каноническая сюрекцию пи пусть пи g на подгруппу g по h каноническая сюрлекция дальше мы возьмем какую-то подгруппу s которая лежит в g по h и я утверждаю тогда пи минус 1 от s это будет подгруппа в группе g потом мы покажем что на самом деле пи минус 1 от s это не просто подгруппа на самом деле это подгруппа вот из этого множества из интер аж но пока мы просто хотим показать что пи минус 1 от s полный прообраз подгруппы вот этой с сам будет подгруппой в группе g давайте в этом убедимся так пусть а b принадлежат и минус 1 от s что это означает это означает что пи от а пи от а принадлежит s и пи от b принадлежит s а раз у нас пи гомоморфизм то отсюда будет следовать что пи от а b тоже принадлежит s что я сейчас доказал я взял два элемента а и b из этого множества и показал замкнулись относительно произведения их произведение принадлежит этому же множеству ну и замкнулись относительно взятия обратного элемента давайте тоже проверим значит если а принадлежит пи минус 1 от s проверим я поставлю знак вопроса что а в минус 1 принадлежит пи минус 1 от s это сразу вытекает из свойств гомоморфизмов действительно смотрите пи от а принадлежит s а если мы сейчас к этому элементу и к этому возьмем обратный что мы получим здесь возьмем обратный получится пи от а в минус 1 мы знаем что обратный это будет фактически пи примененная к минус 1 и принадлежит s минус 1 здесь я взял обратный здесь обратный но s минус 1 это же будет s правильно потому что любая подгруппа замкнулись относительно взять обратный и так мы показали что вместе с элементом а и а минус 1 тоже принадлежит s следует что а минус 1 даже пи минус 1 так более того я сейчас хочу показать что вот это вот множество которое мы уже доказали что оно является подгруппой в g оно не просто подгруппа в g а вот такая подгруппа которая еще и содержит в себе h то есть она является промежуточной давайте в этом убедимся так но для этого давайте заметим вот что что такое у нас пи минус 1 вот е 2 е 2 это нейтральный элемент в g по h кто скажет при каноническом гоморфизме прообраз этого нейтрального элемента что собой представляет какие элементы при каноническом гоморфизме отображаются нейтральный элемент элементы группы h правильно потому что собственно здесь нейтральный элемент е 2 это что такое это е умножить на поэтому в точности элементы из h переходят в нейтральный элемент поэтому пи минус 1 от е 2 это равно h ну а так как понятно что е 2 принадлежит с что отсюда следует что и h то есть полный прообраз нейтрального элемента тоже будет содержаться где h будет содержаться в пи минус 1 от s а пи минус 1 от s это подгруппа g итак мы показали что пи минус 1 от s это как раз промежуточная подгруппа итак я могу сказать что существует подгруппа к равная пи минус 1 от s который вот согласно вот этим утверждением является промежуточной между h и g такое такая что такая что альфа от k а чем будет равно альфа от k а вот альфа смотрим как здесь у нас сопоставляют к к паш альфа от k будет равно к паш это в точности то же самое что пи от к что пи это же каноническое все действие точно так же действие получается что альфа от к будет равно это будет пи от к будет равно с потому что пи минус 1 от s как раз мы назначили через к итак для любой подгруппы с во множестве сам же аж мы нашли подгруппу к который вот имеет такой вид вот она указана которая отображается под действием альфа подгруппы с значит суррективный звук суррективный звук так дальше мы утверждали что в этом же пункте что альфа взаимно назначить соответствие сохраняющие отношения включения ну здесь я думаю совершенно очевидно почему включение сохраняется давайте запишем что очевидно что к 1 включается в к 2 тогда и только тогда когда к 1 по аж фарта группы включается в к 2 по грубо говоря полностью подгруппа к 1 содержится в к 2 то понятно что смежные классы по этой подгруппе они будут содержаться среди этих смежных классов ну и обратно так и так вот этот пункт мы тоже полностью доказали что отображение альфа считает взаимно однозначное соответствие между таким множеством так дальше альфа сохраняет нормальность давайте это проверим что альфа сохраняет нормальность ну здесь мы будем действовать по критерию нормальность третье значит мы должны показать что к нормальный уже тогда и только тогда когда а по аж нормальный уже пар давайте возьмем элемент а принадлежащий к а принадлежащий когда мы запишем что а нормальный в же тогда это тогда когда для любого элемента а из к для любого элемента из к выполняется что а в степени х равна х-1, а х, сопряженный элемент к элементу из К, должен лежать где? Элемент сопряженный, где должен лежать? В К, чтобы К было нормально. Это принадлежит К. Так, а тогда это равносильно следующему. х х в минус 1 умножить на ах умножить на х. Такой возьмем произведение для метли. Понятно, что я взял смежный класс, сопряженный к классу ах. В фактор группе g по h. Итак, это то же самое, что х-1 ax и это принадлежит К. К тогда и только тогда, когда это принадлежит КПАЖ. Итак, смотрите. Необходимость, как будет выглядеть. Если у нас К нормальная подгруппа, то Х-1АХ принадлежит К. Правильно? Тогда вот такое произведение принадлежит КПАЖ. Значит, получается, вместе с классом ААЖ из подгруппы КПАЖ сопряженные классы, вот они здесь написаны, тоже лежат в КПАЖ. Значит, КПАЖ нормальный. Обратно то же самое. Если у нас вот такое произведение ДМИ-3 до любого ААЖ из этой фактор-группы принадлежит этой же фактор-группе, то опять же получается, что Х-1АХ в этом случае принадлежит К, и значит К нормальная подгруппа. Значит, действительно, отображение, которое мы рассматриваем, сохраняет нормальность. Так, дальше проверим совпадение индексов. Что же пока в этом случае... А, совпадение индексов даже не обязательно нормальность. Ведь мы можем рассматривать индекс произвольной подгруппы, не обязательно нормальный. Что такое индекс подгруппы К в группе Ж, например. Что это такое, кто скажет? Число смежных классов, ну, например, левых. Число левых смежных классов. Не обязательно здесь нормальность. Так, но опять же вспомним условия принадлежности двух элементов Ж одному и тому же смежному классу. Четвёртый. Пусть А, Б принадлежат Ж. Тогда А и Б принадлежат одному левому смежному классу по подгруппе К. Тогда и только тогда. Элементы А и Б принадлежат одному и тому же левому смежному классу по подгруппе К. Тогда и только тогда, когда А в минус первое Б принадлежит К. Ну, это, в свою очередь, равносильно тому, что АН в минус первое на БН равно А минус первое БН принадлежит К. Итак, А минус первое Б лежит в К. Значит, соответственно, этот множитель лежит в К. И тогда мы получаем элемент фактор группы К по АН и обратно. Вот это произведение АН минус первое на БН лежит в фактор группе принадлежит КАЖ. Опять-таки, когда? В этом случае у нас получается, что КПАЖ нормально в ЖПАЖ, когда вот это произведение принадлежит КПАЖ. Значит, получается, что из того, что у нас здесь два элемента из К, два элемента из Ж попадают в один и тот же смежный класс по подгруппе К, тогда и только тогда, когда два элемента, соответственно, АН и БН попадают в один и тот же смежный класс по подгруппе КПАЖ. Вывод. Поскольку число левых смежных классов это как раз и есть индекс, индексы равны. Отсюда следует, что индекс ЖПАЖ равен индексу ЖПАЖ по КПАЖ. В силу того, что левые смежные классы, так сказать, два элемента попадают в левые смежные классы по одной подгруппе, тогда и только тогда, когда по другой подгруппе они тоже попадают в соответствующие элементы. Элементы соответствующей при альфе. Так, ну и, наверное, здесь самый такой нетривиальный, это все-таки пятый пункт. Пятый пункт состоит в том, что если все-таки одно из этих выполняется, тогда, естественно, выполняется другое, мы уже доказали вот эту вот эквивалентность, то в этом случае имеет место вот такой изоморфизм. ЖПК изоморф, ЖПАЖ, профсоризованный по КПАЖ. Что бы он здесь сходится? Давайте это докажем. Пятый пункт. Так, здесь мы рассмотрим две канонических сюръекции. Так, одна из них у нас уже была, я ее обозначу и это Ж на ЖПАЖ каноническую сюръекцию. Вторая такая, я ее обозначу ПСИ, ЖПАЖ, ЖПАЖ, фактор КПАЖ, тоже каноническая сюръекция. Так, смотрите, ПИ действует из Ж, отображает на фактор группы ЖПАЖ, а ПСИ, можно сказать, на полученный образ ЖПАЖ, снова действует, отображает в следующий фактор группы. Ну, а теперь рассмотрим их композицию. Тогда композиция, ПСИ, композиция ПИ, будет группы Ж, отображать на ЖПАЖ, фактор, КПАЖ. Согласны, да? Как вы думаете, это отображение будет сюръективным? Очевидно, да, потому что композиция двух сюръективных отображений всегда сюръективна. Итак, это сюръекция. Так, мне осталось буквально одна минута, я сейчас уже закончу, и мы на этом, так сказать, скажем, что мы теорему это доказали, соответственно, длинную теорему. Итак, смотрите, у нас есть сюръективный гамморфизм. Давайте теперь найдем его ядро. Тернел ПСИ, композиция ПИ, это то же самое, что ПСИ, композиция ПИ, минус первой, примененная к Е2. То есть мы должны взять вот здесь нейтральный элемент и взять к нему прообраз. Вот полный прообраз здесь записан. Ну, понятно, что когда вы к композиции применяете взятие обратного элемента, это будет ПИ минус первой, композиция ПСИ минус первой, к Е2. Давайте смотреть. ПСИ минус первой от Е2. Вот у нас ПСИ действует. Прообразом КПО-Аш. Здесь что будет? Прообразом КПО-Аш, это нейтральный элемент здесь. Прообразом КПО-Аш, как раз здесь и будет КПО-Аш, правильно? То есть это будет ПИ минус первой. Вот КПО-Аш. А тогда под действием ПИ минус первой, вот такой вот КПО-Аш, куда перейдет? КПО-Аш придет просто в КПО-Аш. И минус первая от КПО-Аш, очевидно, будет КПО-Аш. Итак, ядро гоморфизма мы нашли, гоморфизм селективен. По основной теории, гоморфизма, нужно записать, что образ вот этого гоморфизма, ПСИ композиция ПИ, образ вот у нас здесь записан, ЖЭТО-Аш, КПО-Аш, КПО-Аш, еще раз напишу, что это, ИНИ, ПСИ композиции ПИ. Итак, в основной теории, время гоморфизма, вот этот вот образ гоморфизма, изоморфен, фактор группы нашей группы, какой? У нас гоморфизм действует из ЖЭТО-Аш. Фактор группы ЖЭТО-Аш. О, ядро. А ядро у нас это К. Но как раз это и требует. ЖЭТО-Аш, ИЗО-Аш. Так, все, теорему, соответственно, полностью доказали. Спасибо за внимание.